Одна десятая часть кровли Сталинки в центре города не выдержала шквальных порывов ветра и отогнулась, оголив крышу. Таковы одни из последствий разбушевавшейся стихии. В четверг вечером ураганы, ветер и дождь не утихали и ночью. Управляющей компанией не сразу удалось приступить к восстановительным работам, ведь стихия не унимается. Пророжденную конструкцию, что болталась с 15-метровым фрагментом, лишь закрепили стальными канатами, чтобы она не обрушилась на головы прохожих. Сорванная крыша, опрокинутые урны и скамейки. По Норильску прошелся шторм. Отдельные порывы ветра достигали ураганной скорости в 25 метров в секунду. В четверг вечером коммунальники энерготеха получили тревожный сигнал. Сорвало часть кровли с дома на Ленинском проспекте 10. Досконально обследовать крышу специалисты сразу не решились из-за сильного ветра. К счастью, пострадавших нет, но ночью было решено перекрыть движение на этом участке проспекта для безопасности прохожих и автомобилей. Уже утром комиссия все-таки обследовала крышу. Ветер не унимался и возможности взяться за ее ремонт не было. Работать, сами понимаете, в такую погоду на крови запрещено всеми мерами безопасности. Поэтому, что смогли, сделали, привязали, чтобы понимало население, которое ждет в квартирах этого дома, чтобы понимали, что все необходимое принято. Привязали все конструкции, насколько возможно. Но в случае непредвиденного дождя, людям придется как бы набраться терпения, может, немножко пока бы на поле. Утром же стал понятен масштаб повреждений, который причинила стихия. Повалены дорожные знаки, опрокинуты урны, словно кукольная мебель, скамейки разметены по театральной площади. Ветер стал стихать только к обеду. К этому времени коммунальники смогли приступить к работам на крыше, а в мэрии прокомментировали действия, которые были предприняты по дому на Ленинском проспекте 10. Поскольку на этом доме верхняя разводка водоснабжения, управляющая организация «Энерготех» предприняла меры, чтобы избежать повреждения трубопроводов и возможного залития квартир, отключила ночью подачу горячей и холодной воды. К утру, когда ветер несколько стих, возобновили подачу горячей и холодной воды. В 9-м часу кровельщики уже смогли выйти на кровлю, обеспечить временное крепление сорванных участков кровли и закрыли чердачное перекрытие полиэтиленовой пленкой. В 5-ти часам вечера пятницы открытым остался лишь небольшой участок кровли на площади 5-7 квадратных метров. Штормовое предупреждение снято. Прогноз погоды в принципе благоприятный. На завтра в том числе ветер несколько меньше, чем был вчера и сегодня с утра. Ветер на завтра рождается 13-18 метров в секунду по горным районам. По городу, ну, около 15-го. Оксана Соколова, Артем Смирнов, Иван Усачев. Новости северного города. Русская Арктика. Регион, имеющий важный экономический и геополитический потенциал для России. И опыт таких крупных компаний, как Норильский никель, который уже почти 80 лет работает в российском Заполярье, несомненно представляет большую ценность для тех, кто только приступает к освоению арктической зоны. Об этом заявила заместитель гендиректора Норильского никеля Лариса Зелькова на круглом столе в эфире телеканала «Россия-24». Работая наравне с нефтяными и газовыми компаниями, Норильский никель следует рассматривать как форпост российских интересов в Арктике, что объясняется многолетним опытом работы ГМК в регионе и накопленной уникальной базой технологических и социальных технологий для эффективной работы и поддержания стабильности в условиях Заполярия. Безусловно, важно помнить, что у государства есть и союзники, и партнеры, и таковыми являются, конечно же, компании, работающие на территориях Арктической зоны, в частности, Норильский никель, который 80 лет развивает свой бизнес в очень сложных, непростых условиях. Работал за эти годы много интересного опыта, касающегося разных сфер жизни человека, не только добычи и переработки металлов, которыми мы, безусловно, занимаемся в первую очередь. Важно понимать, по словам Ларисы Зельковой, что можно сколько угодно ссылаться на советский опыт в чем-то эффективный, со многими интересными результатами. Однако нынешнее время диктует другие запросы, нужны другие инструменты и стимулы. Например, Таймыр – огромная территория с колоссальными ресурсами, входящая в Арктическую зону России, на сегодняшний день разведана всего на 25%. Дополнительные механизмы стимулирования и построения бизнеса мог бы включать законопроект о территориях опережающего развития и закон об арктической зоне, в первую очередь, адресованный государственным институтом и людям, живущим на этих территориях. Мы, как недропользователь и как компания, которая заинтересована в создании благоприятной среды в Норильске, на Таймыре, на Кольском полуострове, тоже очень ожидаем этих законов. Считаем, что они могли бы привнести в наши планы новый важный стимулирующий фактор. В ближайшие годы Норникель планирует только на Таймыре инвестировать в модернизацию более 70 миллиардов рублей. В два раза увеличивается объем корпоративной геологоразведки. Компания с собственным флотом судов ледового класса является ключевым оператором важнейшей российской транспортной артерии Северного морского пути. Реализует ряд экологических проектов. Старое производство ты в один день не выбросишь, заглушку на трубу не поставишь. Это очень сложные и часто нетривиальные технические, научные, технологические решения, которые нужны. Я говорила о 70 миллиардах, это только небольшая часть наших инвестиций там, на Таймыре, поскольку речь идет именно о металлургическом переделии, о модернизации, связанной с экологией. Тесное сотрудничество бизнеса с государством в стратегически важном арктическом регионе позволит всем заинтересованным сторонам совершить мощный экономический, социальный и инфраструктурный рывок. И главное, усилит влияние России в Арктике. Оксана Соколова, Олен Бурнашев, Новости Северного города. О богатстве природных ресурсов региона на встрече с работниками заполярного филиала ГМК «Норийский никель» в рамках рабочей поездки на Таймыр говорил и временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Виктор Толоконский. Огромный потенциал, по словам Виктора Толоконского, в Краснояре скрыт в нефти и газодобывающей отрасли. Есть ряд действующих разведанных месторождений, идет их освоение. На Ванкорском месторождении уже добывают почти 20 миллионов тонн нефти. В Красноярском крае активно строится сеть нефтепроводов, которая соединит Север и Восток Сибири с центральной ее частью. Другая главная задача краевых властей – газификация региона, крупнейших промышленных комплексов. Без природного газа не решить многие сложные задачи развития и строительство новых жилых микрорайонов, и экологию не улучшить. Тоже мы будем рассчитывать здесь на свой газ. Газа много у нас, при том у нас такие месторождения, которые, с одной стороны, сложнее осваиваются, с другой стороны, они очень перспективные, дорогие. У нас почти здесь, в месторождении природного газа, есть гелий. Это уникальный такой ресурс, который нужен для современной экономики. Просто, чтобы добывать газ, надо вкладывать дополнительные средства в отделение и хранение гелия. Среди прочих важных задач краевых властей – развитие транспортной инфраструктуры, сеть автомобильных и водных магистралей. Именно водный путь является альтернативой авиаперевозкам за полярным кругом. На Таймере полным ходом продолжается речная навигация. Возят по Енисею не только грузы, но и пассажиров. Сейчас между Дудинкой и Красноярском курсируют два теплохода – Александр Матросов и Валерий Чкалов. Насколько выгодно и комфортно плавать на этих судах – узнаете из сюжета Анны Томилиной. Поскорей занять свою каюту спешат пассажиры теплохода Александр Матросов. Он готовится отбывать в Красноярск, плыть туда пять с половиной дней. Обратно быстрее – всего три с хвостиком. Скорость корабля зависит от того, как идет судно – по течению или же против него. Матросов разгоняется в пути не более чем до 30 км в час. Опытные члены команды говорят – Енисей – самая сложная для судовождения река России. Река она каменистая, перекатистая, порожистая, много порогов множества, перекатов много. Есть ширина судового хода, где только одно судно может пройти с односторонним движением. То есть два судна уже не может разойтись. Впрочем, команда теплохода достаточно опытная, чтобы укротить Енисей. В этом году Александра Матросова юбилей. Кораблю исполняется 60 лет. За годы работы он успел перевезти не одно поколение жителей Заполярья. Для некоторых плавание на нем – единственный способ добраться до дома. Другого транспорта не существует до поселка Потапово. Вот и пользуются этим видом транспорта. Сложно добраться? Ну, как сложно. На пароход сели, доехали в течение пяти часов. У меня два варианта – или пешком идти 100 км, или ехать на теплоходе. Других нет вариантов. Комфортно? Нам вот, в наших условиях, для меня, нормально. Здесь 14 классов. Ну, то есть у нас недолгая поездка, 4 часа всего. Впрочем, для многих рейс на теплоходе – настоящее большое путешествие, позволяющее в полной мере насладиться красотами Таймыра. Поэтому билеты из Красноярска в Дудинку на август и начало сентября раскупают еще в июне. А вот уехать из северного портового города проблем нет в течение всего навигационного периода. Сюда уходят загруженными всего на 20-30%. Навигационный период у нас с начала июня, где-то за десяток чисел, и заканчивается середина октября. Ну, ориентировочно 15-го числа. Количество рейсов, сделанных за навигацию, ну, у нас где-то в пределах 10-9 рейсов. Ну, как правило, в основном едут те, которые с багажом, с большим количеством, потому что там багаж подешевле можно провести. Очень много кто любит. И много пассажиров, которым нельзя воспользоваться воздушным судном, они как альтернативный вид транспорта – это речная. Мы все вообще-то всегда любили пароходом ездить, с отпуска возвращаться туда самолетом, а назад мы всегда возвращались с пароходом. Самый лучший вид транспорта – отдыхаешь, как говорят, ноги в потолок, лежи и только мечтай. Дорого путешествовать? Дорого, дорого. Сейчас стало дорого. Да, на самолете, в общем, дешевле. Здесь 15 тысяч стоит билет. И это только в эконом-классе. Цена пугает, но условия, говорят пассажиры, достойные. Есть ресторанчик, прогулочная палуба с отличным видом, да и в каютах уютно. В третьем классе идут либо двухместные каюты в трюме, либо на главной палубе четырехместные каюты. Они идут без умывальников, с общими туалетами. Люкс идет на самой верхней шлюпочной палубе. Там предусмотрены туалеты, душевые. Они идут двухкомнатные, полулюксы, однокомнатные. Там как бы все удобства есть. Этот теплоход рассчитан на 250 пассажиров. Обслуживает судно-экипаж из 55 человек. Среди них как матросы, так и обычные горничные с поварами. Несмотря на возраст, этот теплоход в неплохом состоянии. Ведь его всю зиму ремонтируют и модернизируют, чтобы к новому навигационному периоду он вновь лег на привычный курс. Анатолия Милина, Оксана Соколова, Иван Усачев и Александр Вуори. Новости Северного города. Это новости Северного города. Мы продолжаем. Ночной визит медведя в лагерь нарийских дайверов и база уфологов на Таймере. Легенда о разбившемся самолете и экологическая разведка дна озера Лама. С какими еще неожиданностями столкнулись участники совместной подводной экспедиции. Смотрите вторую часть приключений нашего специального корреспондента Егора Тулновского. Сюда, в район реки Амун-Юрях, нарийские дайверы пытались попасть несколько лет подряд. Каждый раз погода и природа вносили свои коррективы. Соответственно, возникал такой нормальный здоровый спортивный интерес по поводу того, что это нужно обязательно дозавершить. Один раз нам помешала очень плохая погода, опустился очень низкий туман. Второй раз был шторм. И в этом году мы решили изначально, что экспедиция должна состояться, именно лагерь разбить в районе Амун-Юряха. В этом году на ламу дайвери шли не только для тренировок, но и с экологической целью проверить дно водоема на наличие затопленных рыболовецких снастей и поднять их. Был и краеведческий интерес. По слухам, где-то в этом районе в 80-х затонул самолет. Об этом говорили и некоторые из постоянных обитателей ламы. Это все время аннушка на поплавках подчалила, народ подался туда, а тут резко хребнул шторм, его поплавками обскал, а там же свал. И он пробил, он завалился и вышел. Принимал участие в поисковой операции и дайвер Наталья Глушкова вместе со своей верной спутницей, лабрадором Мартой, которая, как и хозяйка, больше всего на свете любит купаться. Нырять Марта не умеет, зато всегда провожает хозяев во время погружений. Он сейчас полезет следом за нами, будет плавать над нами. Правда, в этот раз Наталья оставила свою воспитанницу на берегу, уж больно вода в ламе холодная. Так что пришлось Марте наблюдать за своей хозяйкой в компании зрителей и заедать стресс печеньем. Зато когда дайверы вернулись с собачьим и счастьем, не было предела. А вот дайверы были немного раздосадованы. Следов самолета обнаружить не удалось. Если он и разбился в этом районе, то ушел на такую глубину, на которую в этих широтах опасно пускаться даже профессиональному дайверу. Старых сетей команда тоже не нашла. Дно чистое, нет даже мусора. Район этот мало исследован человеком. Может поэтому здесь у берега можно встретить не только зайцев и парнокопытных, но и медведя. К лагерю несколько раз подходил косолапый, но его спугнули собаки. Мы сейчас ищем медведя. Ну, возможно, медведя. Потому что собаки среагировали, в общем-то. И след свежий медвежий. То есть вчера с вечера этого следа не было. Поэтому он приходил либо ночью к лагерю подходил, либо он проходил уже утром непосредственно. Прочесав периметр вокруг лагеря, удалось найти множество медвежьих следов. Сам косолапый, видно, уже имел дело с человеком. Так что предпочел ретироваться при первых признаках активности на стоянке. Вот он. По-моему, он сюда подходил. Не обошлось в этой поездке без мистики. От одного из опытных тундровиков дайверы узнали о базе уфологов, расположенной недалеко от стоянки. Недолго думая, участники экспедиции собрались и отправились исследовать загадочное место и знакомиться с необычными соседями. Сейчас мы находимся в районе реки Боносяк. Это самое загадочное и мистичное место во всей Ламе. Говорят, что по ночам здесь можно увидеть яркие огни в небе, пространство и время искривляется и ведет себя по-своему. Именно для изучения этих загадочных явлений сюда приезжают уфологи со всего мира. Местечко и правда казалось жутковатым. Кругом следы недавних пожаров и прошлогоднего потопа. Чуть не смывшего лагерь. А вот самих загадочных уфологов дома не оказалось за исключением одного человека, который оказался не уфологом вовсе. Короче, там есть место, где человек в обратную сторону удобный. Помянутой в разговоре временной аномалии тоже обнаружить не удалось. Нормально все едет. За время нашего пребывания на базе уфологов ничего мистического не произошло. Ни летающих тарелок, ни древних динозавров. В общем, для нас истина остается где-то рядом. По-моему, пора. Развеявшись в походе за незведанным, дайверы приступили к изучению глубин с новой силой. Нариски спасатели провели парное погружение. А представители Дудинского арктического отряда отработали одиночный заход со страховкой и опробовали новый дайверский шлем с возможностью радиосвязи. Гортуновские новости с северного города. А на Альголе все еще продолжают восстанавливать уничтоженную прошлогодними пожарами деревянную трассу. Осталось проложить 20% настила. Это при том, что трасса прошлым летом была сожжена почти полностью. Виновных так и не нашли, но должности лишилось руководства базы. Хотя, по сути, к этой беде причастны оказались все. Всем миром и в итоге исправляли ошибки. Репортаж Ольги Макряк. Год спустя, после летних пожаров 2013 года, не стихает на Альгуле шум бензопилы. Тогда огонь где-то частично, а то и полностью уничтожил 80% деревянных трасс, это 3000 метров, и 6 из 9 мостков через овраги. Винили в этом власти тогда всех. И жару, и отдыхающих людей, и пожарных, и, главное, ответственный персонал Альгуля. А тот директор, я надеюсь, будет уволен? Директор лыжной базы была уволена, был нанят новый человек на эту должность, который, в принципе, и занимался восстановлением этих мостков вплотную. Тогда позиция городских властей была принципиально жесткой. Восстанавливать инфраструктуру базы поручили тем, кто ее проглядел. На смену вышли и вахтеры, и уборщицы, и плотники Альгуля. Вывезли пять камазов мусора из горевших бревен, провели и несколько субботников. Ущерб оценили в 4 миллиона рублей. И чтобы спасти лыжный сезон, срочно привлекли свои организации. Материал доски и бревна предоставил заполярный филиал Норникеля. Рабочие руки, НППАД, МУПКОС и Торгсервис. В этом году, после схода снега, это был конец мая, ремонтные работы были возобновлены в июне месяце теми же организациями. То есть они также зашли к нам на объект. Но немножко поменялась концепция. То есть не только восстанавливаем сейчас мазки сгоревшие, но и ревизируем трассу, которая уцелела от пожара. Вот и получилось, как в старой присказке, мне было бы счастье, да несчастье помогло. Теперь нетронутые почти 30 лет деревянный настил заменили почти полностью. Но какой вывод сделали все ответственные за прошлогоднее ЧП? Первое – ввели новую инструкцию для персонала базы. Отныне обход территории дважды в сутки. Развесили новые таблички о запрете отдыха, хотя их уже кто-то снес. На следующий год решили вдоль трассы резервуары с песком и водой установить. Поскольку пожарным в пик возгорания сложно было добраться вглубь трассы. Ну а что касается вредителей и отдыхающих, то это самое сложное. Никакие запреты на них не действуют. Случаи такие были, хотя везде у нас установлены здесь таблички о запрете данного вида отдыха. Но тем не менее случаи были зафиксированы, да. А возгорания были? Нет, возгорания не было. У нас ведется журнал на этой базе, где фиксируются все возгорания природного ландшафта. Таких не было. К финишу плотники должны прийти к сентябрю, что передать зимой эстафету лыжникам. Вот только не скоро тундра оправится от ожоговых ран. До сих пор никто не подсчитал ущерб нанесенной природе. Ольга Мокряк, Геннадий Зверев, новости северного города. Ну а школьники закончили двухмесячный трудовой сезон. Этим летом почти 800 ребят трудились на предприятиях города и Норильского никеля. Всего было организовано почти 50 отрядов старшеклассников. За время работы в Тошах подростки успели принять участие в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. Тошевцы даже на закрытии трудового сезона решили блеснуть своими талантами. Организовали музыкальные номера сами для себя. Хотя время выделиться было и раньше. Ребята участвовали в конкурсе граффити, агитационных плакатов, спартакиаде. Пытались нарисовать лучшую эмблему для своих последователей на тему Норильскому комбинату 80. Успехи подростков не остались без внимания. Награждали за участие в творческих конкурсах. Приятно, когда отмечают застуги? Ну, конечно, приятно. Кому не будет приятно, когда его выделяют среди всех за какие-то достижения. Кроме того, по итогам сезона лучшим отрядам школьников вручили почетные грамоты и подарки. Кстати, в этом году ребят набирают ТОЖ уже в 44-й раз. Возможно, для кого-то это был первый производственный опыт. Возможно, нет. Но все, безусловно, с успехом прошли этот хотя бы короткий, но жизненный путь. Получили свои навыки, новые, возможно, знания. Да и сами ребята говорят, что получили колоссальный опыт. Самое главное, они теперь не понаслышке знают, что такое работа. Это большая ответственность и строгая дисциплина. Научился работать в коллективе. Обрел новых друзей. Мне очень нравится получать деньги за труд, честный труд. Хороший коллектив, хорошие люди, хорошие начальники. Эмоции от первых трудовых месяцев в жизни у этих ребят позитивные. Но вот времени на отдых перед учебным годом совсем немного. Поэтому школьники изо всех сил радуются последним летним дням. Пусть они и не совсем погожие. Мы сегодня до рассвета наслаждаться. Будем летом целоваться. У причал, вот и лета не кончалась. Анатолия Ивановна, Иван Усачев. Новости северного города. В субботу синоптическая ситуация на большей части Таймыра обустоится холодной фронтальной системой, связанной с циклоном, из-за чего в небе будут тесниться мощные облака, сопровождаемые ливневыми дождями и порывистым ветром. При температурном режиме немного ниже климатической нормы. 16 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Ночью в Норильске облачно с прояснениями, криковременный дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в Норильске плюс 7, плюс 10, в Дудинке плюс 5, плюс 8 градусов. Идем в городе облачно с прояснениями. Ливни, ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура в Норильске и Дудинке плюс 9, плюс 12 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова